Жармахан Туякбай Еще пятилетка, пять лет в роли спикера Нижней палаты По конституции он человек номер три в Казахстане Сопредседатель партии президента ОТАН по мере сил вносит свой личный вклад в расцвет культа Нурсултана Назарбаева Ну тогда я был в команде президента, разумеется, я в то время считал, что это необходимо Но в последующем все это вывелось в дальнейшем укреплении авторитализма в нашей стране После парламентских выборов 2004 года Жармахана Туякбай меньше чем за месяц словно подменили Один из лидеров безоговорочно доминирующей партии Назарбаева, друг со стороны газеты, обвиняет власть в фальсификации итогов голосования и подавлении демократических свобод Конечно, это заявление очень многих шокировало и многие пытались найти объяснение, почему это произошло И, надо сказать, достаточно внятного объяснения нет до сих пор Но страна неумолимо движется к выборам президента В экспертных кругах иронизирует Получите проект власти в виде соперника Нурсултана Назарбаева о предстоящем плебисците Господин Туякбай потихоньку приветствует почти все разрозненные оппозиционные силы страны Воздержавшихся нет, решение принято В сентябре 2005 года на собрании оппозиции он единогласно провозглашен единым кандидатом в президенты Казахстана Кандидатом без своей партии Протестный электорат ждет решительных действий Ведь совсем свежи примеры Грузии, Украины и Киргизии Предвыборная гонка и поездка по регионам запомнилась зрителям камнями и погромами на местах Это постарались хорошо организованные властями народной массы Сами выборы триумфально провалены Власть подарила оппоненту Насултана Назарбаева менее 7% голосов избирателей Эта политическая фиаско сопровождает новое жесткое заявление Которое адресовано правящему режиму и его солнцу Поэтому мы категорически заявляем о том, что мы примем все меры С тем, чтобы опротестовать это незаконное решение Центральной избирательной комиссии Ставлю на голосование, кто за это? Прошу проголосовать Через год Жармахан Туякбай наконец определился со своей политической платформой И основал общенациональную социал-демократическую партию Которая совершенно проваливает новые выборы в парламент 2007 года Рождается альянс из осколков оппозиции в виде партии ОСДП Азад Закат объединения левых и некогда правых демократов кажется предопределен Политический блок благополучно разваливается в начале текущего года Бывший секретарь политсовета партии ОТАН Фурлан Еремлетов Когда-то убил из провластной обоймы почти одновременно с Жармаханом Туякбай Политическая деятельность это тест Выступить перед толпой Выйти, допустим, к плачевшим женщинам Выйти к смирящимся детям Выйти к озлобленным мужикам Это надо уметь Поэтому я считаю, что отсутствие такой работы Оно привело к падению престижа партии Мы не верим результатам ЦИКа За каждой новой неудачей затей Жармахана Туякбая Следуют разговоры о том, что этот малоулыбчивый человек Все менее симпатичен и несогласен Его уже откровенно называют засланным агентом влияния Меня не пускает в наследство Вот так этой весной генеральный секретарь ОСДП Амиржан Кусанов Пытается прорваться на съезд своей партии Руководство в лице Жармахана Туякбая Приняло решение о расторжении политического договора с генсеком ОСДП Амиржан Кусанов отошел от связи с памятью До сегодняшнего момента, до 10 часов 25 минут Я являюсь официально избранным съездом Первым заместителем председателя Общенациональный социал-демократический парк Откуда ни возьмись, в интернете появилась запись Якобы телефонного разговора Якобы про главного героя этого материала Впрочем, сам бывший генпрокурор Жармахан Туякбай Не идет на поводу таких информационных поводов Это не в его политическом темпераменте Политолог Виктор Ковтуновский Сегодня не склонен доверять таким простым версиям Я вообще не верю в том, что в Аккорде замышляют такие вот сложные многоходовые комбинации Там уровень мышления достаточно примитивный и, я бы сказал, лобовой Между тем вся личная политическая история Жармахана Туякбая периодически порождает новые вопросы и не дает кому-то покоя Зачастую, и это теперь в информационном тренде, все происходит в социальной сети Facebook, где глубоко окопалось гражданское общество страны